Будут ли повышаться цены на колбасу, появится ли в ней соя и стоит ли расширять сеть магазинов? Окружные парламентарии заслушали доклад директора Открытого акционерного общества «Мясопродукты» о состоянии дел на предприятии. Начало выступление Владимир Коваленко с истории предприятия. В этом году на Венмарске и Мясопродукты отметят 85-летие. Но подарок новому директору достался не совсем приятный. На смену убыточному 2014-му пришел малосырьевой 2015-й. В первую очередь Владимир Борисович предложил отменить фиксированные цены на мясную и колбасную продукцию, так как предприятие из-за этого работает в минус. В связи со сдерживанием цен на ряд мясных продуктов из Оленина на них вырос спрос. Колбаса тиманская стала востребованием на 18,8%, сосиски печерские на 2%, фасованное мясо на 30%. Происходит взрыв структуры производства и реализации продукции предприятия в сторону мясных изделий, по которой были зафиксированы цены, что отрицательно сказывается на финансовой деятельности предприятия. Учитывая сложившуюся ситуацию с обеспечением сырьем и ростом спроса на указанную продукцию, считаю нецелесообразным фиксирование цены. Чтобы свести к минимуму убыток, на предприятии ввели жесткую экономию сырья, энергетических ресурсов. Зарплата работникам не индексировалась, проведение текущих ремонтов заморозили. С помощью введения этих мер убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год составил 2,8 миллиона рублей. Для информации, за 9 месяцев 2014 года убыток составлял около 10 миллионов, то есть удалось сэкономить порядка 7 миллионов. Кстати, отрицательного финансового результата предприятие не имело с 2000 года. Тогда убыток составил всего 8 тысяч рублей. Еще одна проблема, которую озвучил директор мясокомбината, снижение количества поставляемой оленины из окруженных СПК. Мясо северных оленей по-прежнему остается основным сырьем для производства колбасных изделий и полуфабрикатов. Убойная компания в 2014-2015 году объем закупок оленина планировался порядка 878 тонн, что уже ниже производственной потребности предприятия почти на 100 тонн. Фактически же объем прогнозируется ниже заявленного план на 142 тонн. Закупается оленина один раз в год во время убойной кампании, то есть в декабре-феврале. Именно в этот период предприятие несет большие расходы. Часть этих затрат транспортные. Сейчас из окружной казны субсидируется только вывоз оленины из частных хозяйств. Что касается СПК, то отсюда предприятие вывозит сырье за свой счет. Выход из ситуации просубсидировать все транспортные расходы. Также в списке вариантов выхода из минуса – отмены фиксированных цен на ассортимент, по которому не было индексации с октября прошлого года. В случае, если отмена фиксирования цен невозможна, Владимир Коваленко предложил предусмотреть их субсидирование. Озвучил директор предприятия еще один весьма интересный вариант. Пункт, конечно, интересный. Мы его решали, выключить или нет. Применять растительных добавок, заменяющих натуральное мясо. Цель экономии мясного сырья и снижение себестоимости колбасных изделий и мясных павлов публикаторов. Нам на это очень не хотят. Парламентарии выслушали и приняли к сведению пожелания и предложения директора мясного предприятия и вынесли ряд рекомендаций. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.